Дракония Ну вот туда вот К покинутому храму, к логову дракона И взял собственно говоря С трупа дракона все остальные вещи Которые в нем находились Которые он наверное проглотил Куча чего мы продали, плюс бегали опять же К самой урне, там я что-то Совсем запамятовал, но так и оказалось Оказалось, что там под Лестницей с левой И с правой стороны два сундука были В одном и золотишко с большой Вот такой вот сильной целебной Припаркой, а в другой просто Обычная целебная припарка Лежала и чему мы были несказанно рады Что мы взяли все И сейчас у Бадана большую часть Того хлама, что мы там набрали Просто-напросто продали И нам бы конечно сейчас выдвигаться В Денери для того, чтобы там Закрывать последние дела, чтобы нам Доспехи наконец этот Местный кузнец создал Но тут тоже не все так Просто, к сожалению Точнее не то, чтобы все так просто У нас тут есть не то, чтобы даже конфликт Но некая неувязочка Внутри группы в лагере Во-первых, мы давно разговоры не разговаривали с нашими ребятами Во-вторых, у нас тут любовная линия наклевывается Я так что-то заморочился Думаю, как же нам все-таки поступить-то Чтобы было более адекватно И правильнее И как ни странно в голову мне пришел Самый циничный из всех Подходистых подходов А это именно на Контакт пойти с Морриган А с Лилианой остаться на текущий момент Друзьями По той простой причине, что Морриган очень опасный человек И если она к нам расположена будет очень даже Ну, скажем так Полюбовна То в этом случае Она может Ну, ревность, скажем так Штука опасная И ревности, допустим, Морриган Можно бояться гораздо-гораздо больше Чем ревности, к примеру, Лилианы Плюс она там всякие мелкие козни В связи с этим может творить Ну, если так, да В жизненную некую позицию Точнее В реалии жизни вживаться А Лилиана, она такая более Что ли Ну, наивная Спокойная Девушка Все принимающая Как есть То есть там По воле создателей И так далее То есть Если брать Морриган То это На ближайшее время Контакт То есть И она будет Не так, чтобы К нам сильно привязана И мы к ней А Лилиана Это такой уже долгий Стратегический план Который Если мы переживем Всю эту передрягу Которую можно использовать И Которая потенциально Может сработать Хотя не факт Она там тоже может Потом заупрямиться Но тем не менее Еще плюс С Морриган Не надо Там всякие Ляськи-масяськи Танцы с бубном устраивать Разнообразные пляски Она ценит В общем-то То, что мы для нее делаем Так как уже есть И не надо вокруг нее Вот реально Чтобы плясывать Тут же с Лилианой Надо много сопель пустить Слез Пропрыгать Вокруг нее И лишь только после этого У нас что-то получится Единственное Плюсы в разнице Да, опять же Если оценивать Жизненные позиции То Морриган идет На половой контакт Не так активно Как Лилиана Лилиана готова Это делать гораздо чаще Но вот С учетом того Что у нас именно Походные условия То у нас Какой-то Частой И регулярной половой жизни Говорить пока что Не приходится Если мы собираемся Поддерживать дисциплину Поэтому давайте Все-таки Остановимся на Морриган И с этой целью Сейчас мы подойдем К Лилиане Чтобы сказать ей о том Что давай-ка мы Девушка Останемся друзьями Конечно же Она на это Болезненно среагирует Там ночь Там ночь всегда кажется Мне более спокойной Безопасной Понимаю о чем ты Мне кажется Будто ночь Дарует нам отсрочку От дневных тревог Глупо правда Ведь порождение тьмы Не спят И прячутся Как раз в потемках В том что Чтобы ненадолго Снять время с души Нет ничего глупого Мне нравится ночь Когда мы стоим Вместе в дозоре Болтаем Чтобы скоротать время Вернее в основном Болтаю я А ты слушаешь Случается Я задремлю А когда очнусь Вижу что ты Все так же на чеку И знаю что ты Из-за меня караулишь Это еще один минус Очень уж Болтливая гражданка Давайте скажем Уже Так Без всякого флирта Грош мне цена Если кто-либо из вас Погибнет во время Моей смены Я Я хочу сказать Что доверяю тебе Мне с тобой хорошо Я знаю что Когда понадобится Ты будешь рядом Ты наш командир И мой друг А иногда я думаю Что между нами Могло бы быть Нечто большее О создатель Вот бы кто-нибудь Услышал меня сейчас Запинаюсь будто Неграмотная крестьянка Это я Барт Не уклоняйся от темы Мне мало есть Что добавить Я уже все рассказала О своих чувствах Ты Очень дорог мне Вот если только согласиться На все вот эти переживания Сопельки То тут сейчас Такое начнется Как это все затянется Как она начнет Тут рулада разводить Эммм Лена Ты мне правда нравишься Но нам лучше Остаться друзьями Друзьями? Хорошо Друзьями Я Я понимаю Я имею ввиду Ха Не могу представить Почему бы нам Не остаться друзьями Так За серым стражем Мы точно Прикрываться не будет Не будем Это слишком Коварно Нагло И бесстыже Просто скажем Что прости Да я Я понимаю Все понимаю Это ты А не я Мне Я пойду Она сейчас будет расстроена Интересно теперь Только на сколько Нет Слушайте Нормально Нормально Мы с ней поговорили Вроде бы все в порядке Вроде бы Все в порядке Хорошо Давайте теперь К Морриган обратимся Что она нам на это скажет Забавно Даже не знаю Как еще Это описать Эмм Вот Что Что не так Нет Нет Все так Просто Несколько неловко Признаваться Мне вспомнилось Первая наша встреча В диких землях Я Тогда Была В животной Личине И следила за вами Какое-то время Я сразу же поняла Что ты Куда способнее Нежели Твои спутники Это мне Показалось Занятным И все же Я злилась Когда Флемет отправила Меня с вами Я полагала Что ты В лучшем случае Выгонишь Меня из отряда Едва Едва Лишь Мы Покинем Дикие Земли И зачем Же было Это делать Мне Известно Что у меня Плохо Получается Дружить Мягко Говоря Я Ничего Об этом Не знала Да и вообще Не думала Что мне Это Нужно Когда же Я раскрыла Планы Флемет Ты Меня Не бросил Каковы Чтобы не были Твои мотивы Ты Ввязался В страшную Битву И даже Без надежды На награду Ну Я сделал так Потому что Ты была Мне нужна Это Ну Это вроде И мягко С одной стороны Звучит Тут Как Это Как Тональность Будет Выбрана С другой Стороны Ну Я же Твой друг Давай Детай Я Абсолютно Не понимаю У меня Были Мужчины Физически Они Меня Вожделили Некоторые Даже Признавались В любви Но Чтобы Дружить С мужчиной Я Даже Не думала Что Такое Возможно Скажи А может Ли у нас С тобой Быть Нечто Большее Ты Никогда Об этом Не думал Была Такая Мысль Закралась Ага Когда Рядом Кое Кого Не Будет Понимаю Все Равно Приятно Сознавать Что Мы Друзья Чего Я Только Не Передумала Когда Флемет Отправила Меня С тобой Но Такого И Помыслить Не Я Хочу Чтобы Ты Знал Может Быть Я Не Всегда Была И Буду Достойна Твоей Дружбы Но Я Всегда Буду Ее Ценить Ладно Хватит Болтать У Нас Еще Много Дел Я Так Понимаю Это Был Некий Запланированный Разговор Морган Одобряет И Получен Новый Навык Вдохновление Огромный Бонус К Магии Запланированный Диалог То есть Неважно Подошли бы Мы К Лилиане Сначала Потом К Ней Давайте Попробуем Развить Эту Тему Мне Хотелось Обсудить Кое Что Личное Так Странно Может Быть Надо В Следующий Раз Прийти Но Неужели Она Говорит О То Что Надо Нам Лилиану Из Лилианой Теперь Обсудить Еще Раз Этот Момент Я Задумалась Над Тем Что Случилось С эльфами И Вспомнила Одну Песню Которую Слышала Много Лет Назад Тогда Только Только Умерла Моя Мать И Эта Мудрая Эльфийка Успокаивала Меня И Объясняла Что Не Нужно Не Бояться Смерти Не Ненавидеть Ее Смерть Это Лишь Начало Нового Каждый Должен Однажды Сбросить Свою Земную Оболочку И Выпустить Душу На Свободу Успокаивай Мне кажется Это Прекрасное Чувство Из Тех Что Приносят Мир И Надежду Скорбящим А Это Типа Она Поет Но Анимация Каждая Сейчас Смотрится Просто Ужасно Как Не Крути Не То Что Даже Мимика А Вот Эти Вот Как Бы Это Сказать Текстурки Да Просто Отвратительные Кожа Не Кожа И Выглядит Больше Как Труп Особенно Когда Они Глаза Куда Нибудь Вниз Или Вверх Закатывают А Девушка Кстати Которая Участвовала В Создании Вместе С Композитором Большинства Композиций Ну По крайней Где Женский Голос Используется Она Конечно Очень Великолепно Выступила У нее Получилось Крайне Удачно И Я Конечно Был Ну И до Сих пор Остаюсь Ужасно Доволен Так Это Это Немного Затягивается Конечно Здорово Наблюдать И Послушать Но Уже Наверное Пора И Притормозить Песенка Все Давай Заканчивайся Нам тут Это С разных Ракурсов Камера Наплывает С разных Членов Отряда И Более Бо Конечно Это Интересно Выглядело Если Все Собрались Вокруг Костра Ну Не знаю С моря Бес Не важно А то Она Перед нами Стоит И тут Напевает Прям В лицо Не часто Можно увидеть В реальности Так А с Алистром Че Он На одном Колене Стоит Ладно Замечательный Сюжетный Момент Мы прослушали Это было Предположим Что Интересно Допустим Надеюсь Больше ты петь Сейчас Не будешь Я Ничего В порядке Просто Думаю О сегодняшнем Происшествии Я Ничего В порядке Просто Думаю Какие-то Странные Тут Че-то Между собой Не совпадает Ну ладно Давайте попробуем Все-таки выяснить О чем же Ты думаешь Никак Не могу Выбросить Из головы Случившееся Я провела В лотаринге годы А она все думала Что я строю Против нее козни Она мне не доверяла Возможно Никогда Она любила Меня пока Могла использовать И контролировать А утратив Эту возможность Она захотела Чтобы я умерла Как Больно Сознавать Что я никогда Ее по-настоящему Не знала Может быть Может быть И знала Но никогда Не хотела Признаваться В этом Я знала Что она Безжалостна Но не представляла Насколько далеко Она может пойти Она жестоко Любит только себя Использует людей А потом Выбрасывает Но это позволяет Ей выживать В той жизни Которую она ведет А что если Она права Что мы с ней Одинаковы Я Надо было Мне остаться В церкви Вот почему я И вот Не хотел сейчас Лилиану Исталков Потому что у нее Столько в голове Тут Сейчас намешано У нее столько Впечатлений И переживаний То есть Несмотря на ее Ну мягко скажем Не самую Комфортную Жизнь Не самую Там Ну то есть Она там Не какая-то Богачка Девушка Из аристократии Которую там Который спит На пуховых перинах За которой там Куча служанок Ухаживает Вроде и В суровых условиях Но до сих пор Остается Безумно наивной При всем Притом Хотя уже Потихонечку На глазах У нас начинает Взрослеть Ну в таком бы Случае Мы никогда бы Не встретились Отлично Мы не понимаем Что ты взялась Я чувствовала себя В безопасности Мне не нужно было Постоянно оглядываться Разве ты не видишь Это и сделала Маржолайн Тем Кто она есть Это ее погубило И меня тоже погубит Что ты взяла То Это уже случилось Когда мы убили ее Я Я обрадовалась Почувствовала удовлетворение Ну да Вообще Радость от смерти Даже врага Это Немножко неправильно Естественно Допустим Там с христианской К примеру С православной точки зрения То есть Нельзя испытывать Удовольствие От убийства врага То есть Ты Обязан Естественно С ним бороться Но никак Не имеешь права Вдаваться в искушение И получать удовольствие От убийства Это по моему Грех Если я ничего не путаю Ну да ладно В любом случае Она обошлась с тобой Несправедливо И Не казнись Так Расслабься немножко Но я не должна Радоваться ее смерти Она бы радовалась А я не хочу То что мы делаем Делали Выслеживали людей Убивали их Какая-то часть меня Все это любит Это дает мне силы И одновременно Пугает Я Я словно Куда-то соскальзываю Так Тише Не надо никаких Тут раздвоений Нам личности Давай-ка ты Никуда не соскальзываешь Маржолайн выбрала Кем стать И ты Сама можешь выбрать Почему ты В этом так уверен Ну ты покинула церковь Чтобы помогать другим Это что-то да значит Ты и вправду так думаешь? Слушаю тебя И на душе Становится спокойнее Я хотела бы сейчас Побыть одна Мне нужно многое Обдумать Спасибо тебе Что выслушал Хорошо Так И вроде даже Отношения ухудшаются Уже прошло Какое-то время С тех пор Как я покинула Лоттеринг Выйдя из обители Я понятия не имела Куда приведет Мой путь Я шла Куда меня вел Создатель И Он наградил Меня за веру Я нашла тебя Я тоже рад Что твой путь Привел тебя сюда Ты не представляешь Что я чувствую Когда ты так говоришь Впрочем Уже поздно Пожалуй Надо Лечь пораньше Просто не могу Не думать О своей теплой И мягкой постельки Так Тонкий намек Да Хотя не очень Прямо таки тонкий Но тем не менее Компанию составить Да Мы договорились Насчет друзей Но она Как-то пока что Не успокаивается Конечно И мы вели Ну мы просто Старались ее Поддержать И успокоить А она это Тут же перевела В другую Немного плоскость Ладно Мы будем Бодрствовать И вести Ну наверное Не вник Тут речь идет А стражу нести Я так могу Предположить Нет Не вник Порой записываю Кое-что Так может Придешь с ним Ко мне в палатку И я буду смотреть Как ты пишешь И я могу Давать советы Дорогой дневник Лилиана Проявляет ко мне Большое внимание Даже предложила Разделить с ней ложе Но увы Я не понял ее Тонкого намека Да-да-да-да-да Эй хитрожопая Как ни крути И портить Я-то у меня еще Вот в чем проблема Когда мы портим Отношения С тем или иным Персонажем Если сильно их портить Ну соответственно Пропорционально То и все бонусы Которые мы для них Набирали Будут уходить Могла бы попросить Без уловок Что же здесь веселого Веселого Я понимаю твое предложение Но думаю что это не слишком Удачная идея Ты отказываешься от меня Что-то не так Лучше подождать Пока не разгромим Порождение тьмы Так дублируется А я думаю Что ты серый страж И от тебя требуется Именно это Я люблю тебя И все понимаю Я не стану Навязываться тебе Долг превыше всего Но теперь у меня еще больше причин для истребления этих ужасных чудовищ О, замечательно, мы ее еще и вроде бы настроили на боевой лад Но блин, как же это непросто, это хитрюще Какой же ты красивый, милый Че это нас милым-то называет, елы-палы? Какого нахрен? Мы сказали, что давай оставимся друзьями, а она нас все в постель-то тащит Ты чтоб тебя Захоманал, смотрите, на ровном месте Ты замечаешь, что день напролет ходишь с улыбкой до ушей? Эм, правда? Да, с самого того раза, когда вы с той девкой друг другу глазки страдали Ума не приложая, что ты в ней нашел? Надеюсь, ухаживания хоть были не бесплодны? Ревную, что ли? Да, представь себе Вся извелась Аж позеленела от зависти Противно, честно говоря, на вас глядеть Но это хотя бы отвлекает тебя от наших перипетий Так что давай Дерзай Да етить, ну как так-то? Не получается у нас И мы же не можем Лилиану выгнать из отряда Я не хочу Она у нас, мягко говоря Один из самых ценных членов То есть у нас Наверное, по общей сумме вклада На текущий момент Морриган находится на первом месте Лилиану на втором А потом уже все остальные Какой же ты красивый Нам надо поговорить О нас с тобой Погоди Что значит о нас с тобой? Тебя что-то беспокоит? Думаю, из этого ничего не выйдет Да у нас еще ничего не было Что случилось-то вообще? Это, че? Ну давайте стандартный Как это? Мужской вариант Дело не в тебе, а во мне Вот только не надо этого Я требую объяснений и немедленно А, объясняем Ладно, дело в тебе Сейчас больно неопределенное Я бы напрямую бы сказал Короче Не удается нам никак От этого отделываться Уже, честно говоря, задрало Мы тут застряли Мы в любой момент можем погибнуть Поэтому ты отказываешься от нашей любви Да нет тут логики, Ливиана Смерть рано или поздно придет за всеми нами Но разве стоит из-за этого отказываться от любви? Я вообще тут бы это Очную ставку бы устроил Хотя Ну да, наверное, лучше всего Чтобы вот тут это, знаете Как сломанный телефон получается Это такая у нас Между Морриганом и Ливианой И прямая взаимосвязь Может быть, когда все кончится Мы сможем начать сначала Понятно Значит Все Пока Ничто не длится вечно Только я не ожидала Что все кончится так скоро Я буду всегда любить тебя Как Как друга Да Лена не одобряет Но мы это сделали очень мягко Так что она и не одобряет Это очень-очень Мягко Аллилуйя Вроде бы у нас все получилось Но тут, блин Все-таки без плясок С бубном Никак не обошлось Что делать мне теперь? Что-то личное Теперь-то мы можем обсудить Момент довольно подходящий Короче, наверное, нет По крайней Как бы мы себя сейчас вообще не обломали Со всех сторон И с какой только не подойди Но будем надеяться Что все закончится нормально И ничего страшного В том, что мы сейчас сделали Не произошло И таки с Морриганом Сможем как-то законтачиться Несколько позднее Ну а пока что, друзья Большое спасибо за внимание Для вас играет и комментирует Никита Увидимся в следующей серии И Займемся чем-нибудь Интереснее, чем Занимались мы сейчас